Сегодня рано утром началась внезапная проверка боеготовности подразделений Южного военного округа. В маневрах участвуют 8,5 тысяч человек, 900 единиц техники, 50 кораблей и 200 самолетов и вертолетов. И чтобы избежать недоразумений, вся информация представлена военным атташе других стран, включая ЕС и НАТО. О технических возможностях российской армии, в том числе кораблях-невидимках, в репортаже Ивана Прозорова. Корабль-невидимка Серпухов, так называемые стелс-технологии. Особая конструкция корпуса, специальное поглощающее покрытие, делают его труднозаметным для радаров. На вооружение Черноморского флота малый ракетный корабль поступил в ноябре прошлого года. Сегодня экипаж впервые поднят по боевой тревоге. Размеры у Серпухова, как у рыболовецкого судна или крупной яхты. Корабль быстрый, маневренный, при этом оборудованный высокоточным ракетным комплексом «Калибр», впервые показавшим себя в октябре прошлого года. Тогда с расстояния в полторы тысячи километров по объектам боевиков в Сирии точные удары нанесла Каспийская флотилия. В нынешних маневрах она тоже задействована. Десятки судов, самолетов военной авиации, тысячи морских пехотинцев. Рота, подъем! Тревога! Тревога! В Адыгее на выполнение боевой задачи выдвинулась мотострелковая бригада. Проверка в Южном военном округе началась в пять утра по московскому времени. По решению Верховного главнокомандующего, командиры частей получили секретные пакеты с указанием назначенных районов. Туда и направляются войска, чтобы ждать дальнейших указаний. Из Владикавказа выдвинулись сотни единиц техники, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня. Боевые задания предстоит выполнять на незнакомых полигонах, вдалеке от мест постоянной дислокации, чтобы отрабатывать нестандартные ситуации. Как говорят военные, условия максимально приближены к боевым. В ходе проверки требуется оценить степень готовности Южного военного округа к реагированию на кризисные ситуации различного характера. Необходимо отработать весь спектр задач, решаемых органами управления и войсками, в том числе по борьбе с террористическими угрозами, ликвидацией последствий природных и техногенных катастроф. Оцелить маневренные возможности соединений в ходе совершения маршей при создании группировок войск. Особая роль у связистов не только Южного военного округа, но и Центрального. Они задействуют все системы управления, разворачивают полевые мобильные пункты, позволяющие управлять и координировать действия практически в любых условиях. Эти связующие звенья огромного оборонного механизма военные намерены проверить особенно тщательно. Батальон получил задачу совершить марш, выдвинуться в район применения и обеспечить управление военным округом всеми видами связи в восстановленные сроки. Чтобы прибыть на полигоны, отдельные воинские части будут переброшены на расстояние более 3000 километров. По железной дороге, по морю, самолетами и вертолетами военно-транспортной авиации. Они будут задействованы и для высадки десанта, а боевые воздушные звенья и силы ПВО будут отрабатывать отражение ударов с неба и защиту важных военных и государственных объектов. Главная задача – проверить юго-западное стратегическое направление. Маневры должны показать уровень квалификации личного состава, техническую готовность, а также укомплектовность боевых соединений. Экзамен этот сдают все – от рядовых до генералов. Главнокомандующий Воздушно-Космическими силами, геополковнику Бондареву, осуществить руководство проверкой 4-й армии ВВС и ПВО, контроль отработки вопросов перебазирования авиации, отражения и нанесения массированных авиационных ударов. Организовать подготовку полигонов для выполнения авиации, практического бомбометания, оценить обучаемых по результатам выполнения учебно-боевых задач в ходе учения. Всего в проверке примут участие 8,5 тысяч человек, 900 единиц военной техники, 50 кораблей, 200 самолетов и вертолетов. Оценки будут озвучены после активной фазы учений, которая стартует через несколько дней. По поручению Сергея Шойгу, эту информацию, а также цели и задачи маневров уже получили иностранные военные атташе на встрече в Москве. По каналам ОБСЕ уведомлены европейские партнеры, а из-за активности в Центральном военном округе в известность поставлены КНР и Республика Корея. В Российском Минобороне заявили, что открыты к профессиональному и оперативному диалогу со всеми заинтересованными сторонами, включая представителей Евросоюза и НАТО. По итогам внезапной проверки запланирован еще один брифинг для представителей военно-дипломатического корпуса в Москве. Иван Прозоров, Антон Чуковский, Александр Горностаев, Первый канал.